Фестиваль «День семьи» в первую очередь духовно-просветительский, и потому ядром события стал торжественный молебен в честь святых Петра и Февронии. Важная часть программы – честование семей, которые выдержали проверку временем, и молодых пар – мужчин и женщин, которые являются наглядным примером достижимости и реальности семейных ценностей. Чтобы жизнь ваша была сладкой-пресладкой, князю Виктору Ивановичу, княгине Елене Егоровне, совет вам до любовь! Разумеется, гостей фестиваля ждала и концертная программа, точнее, театрализованное анимационное представление «Зачем кладка, да в семье лад?» и много красивых задушевных песен. Но если это, так сказать, традиционная составляющая традиционного фестиваля, то неформальное общение с депутатами округа стало новшеством этого года. Был установлен небольшой шатер, где в непринужденной обстановке народные избранники общались с многодетными семьями. «Нам очень приятно, нам хотелось создать им хорошую атмосферу, чтобы мы побывали в их кругу, узнали их проблемы. Действительно, есть очень много было просьб, которые мы обязательно стараемся решить». Серьезный парень на коленях у многодетной мамы Юлии Федоренко – ее четвертый сын по имени Сармат. Муж и остальные сыновья кто где. В многодетной семье забот полон род. Недавно они получили земельный участок. Мама очень ценит меры поддержки и государства, и конкретно родного округа, но говорит, хорошо бы отвязать помощь семьям от уровня их дохода. «Наверное, здесь больше нужен индивидуальный подход. Вы знаете, не просто равнять семьи по какому-то доходу, а, наверное, просто рассматривать каждую семью как индивидуальность. Кому-то нужна помощь, поддержка психологическая, кому-то нужна помощь в обучении детей». Первоочередное получение мест в детских садах, бесплатное питание в школах, различные денежные выплаты. Меры поддержки многодетных семей разнообразны, и каждая из них важна. Но самая главная опора для семьи – это сама семья. «В нормальной семье всегда есть преемственность поколений, традиции, которые передают старшие поколения, родители, для своих детей. И они, имея уже багаж, тот, который был у их родителей, в социуме гораздо проще живут и творят». По статистике, россияне охотно женятся, но и легко разводятся. Такие праздники, как День семьи, любви и верности, сплав православия, фольклора и современности показывают. Семья – это не только удовольствие, но и служение друг другу и своим детям. Это и есть наши традиционные ценности. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.